Ну, я помню, первый шок. Первый шок – это были первые публичные похования, первые похороны в Днепропетровске, которые были, это были похороны Исмонта и Демиденко. И потом, ну, это был еще такой первый шок, и было что-то непонятное. Вот то, что если говорить «укол», то это был, ну, наверное, Ил-76. Когда, да, я прочитала об этом, и тогда была какая-то и укол, и злость, и какой-то приступ почти ненависти, и какой-то, ну, и какой-то ненависти, которая сразу обретает какие-то конструктивные, которая проходит и обретает какие-то конструктивные формы, и появляется желание что-то делать. Не то, что желание, а понимание того, что надо что-то делать. Надо что-то делать. Что-то стало делать? В смысле искать формы? Или они… Не, ну, как-то все было реально. Я просто помню даже, когда, как, ну, свое состояние тогда, вот тогда же в этом месте, где мы сейчас, мы встретились вот с ребятами, с нашей общественной организацией «Скультура Медиальная», и Андрей начал говорить о том, что надо какое-то летнее мероприятие проводить. Я начала говорить о том, что какие мероприятия вообще, о чем вы говорите, вы не понимаете, что происходит. Он меня успокоил и сказал, все нормально, давайте вот проводить такую вещь, давайте вот, потому что хотели всегда проводить парохолку, давайте ее проводить в таком благотворительном формате, и с этого, собственно, и начнем. Так оно, как-то оно так все подтянулось, да, друг к другу, поэтому с этого как-то и начало. Ну, а там, а там, а там уже прикладывал силы везде, где мог, там, поклеить обои в центре для переселенцев, пошел, поклеил обои, там, там, здесь, здесь немножко, а там еще где-то чуть-чуть, ну, и тогда оно так. Что могу? Да. Это первый раз попало к жителям, да, Донецкой области, это самая сложная, наверное, и по парохолкам тоже категория, да, помощь переселенцев? Да, потому что на них никто и переселенцы, или именно жители? Переселенцы. Переселенцы, переселенцы, да, сначала на переселенцев еще более-менее сдавали и приносили вещей много, я помню, поначалу принесли столько вещей, у меня долго в квартире я их фасовала, у меня одна комната была полностью занята вещами, а потом по переселенцам стало меньше, ну, запустилась какая-то вот эта до сих пор для меня непонятная волна вот этого отношения к переселенцам, стали меньше переселенцам помогать, а то, что касается, например, мирных жителей вот этих вот серых зон, ну, вообще никто не реагирует, как бы на это сколько раз говорили, сколько раз об этом писали и обращались, ну, то есть в частном порядке какие-то люди, которые не так это делают, они там звонят, там кто-то что-то передает, там, то детям туда, то еще куда-то. А почему так? Потому что не знают, не представляют себе, то есть нет какой-то визуализации достаточной? Мне кажется, да, потому что не соприкасались с этим, потому что мы видим здесь постоянно раненых ребят, мы видим здесь военных ребят, мы видим переселенцев. И только потому что здесь у нас сидят днепропетровцы, и они не понимают, что есть там какие-нибудь славянцы, сейчас у них уже, слава богу, все нормально, ну, какие-то вот серые, да, зоны, те же красногоровцы, грубо говоря. Они не представляют себе этих проблем, и они все время, каждый раз я слышу одно и то же, они сами сделали свой выбор, они сами виноваты. И люди здесь, мне кажется, они не понимают, что здесь тоже есть пропаганда, и такая же, как и там. И я каждый раз думаю, ну, нам просто в какой-то степени повезло, не повезло, и не факт, что эти люди, которые обвиняют тех людей, не сделали бы другой выбор, не будь здесь такая территория. Как бы, и почему они имеют право судить других людей? Да, возможно, они и выходили, и что-то кричали, мы же понимаем, как это работало. Но, ну, я действительно считаю там в большинстве случаев каких-то людей обманутыми, и даже если они совершили какую-то ошибку, мы все равно должны им помогать. Ну, потому что, ну, это к этому сложно оставаться равнодушным, да, когда ты приезжаешь туда, и ты смотришь и видишь на этих людей, и в особенности, конечно же, детей, которые, они совсем не дети уже совершенно, и просто людей, для которых основными проблемами являются те, о которых мы здесь даже не можем подумать. Ну, например, чего не статистический житель Днепропетровска, ну, и самый там, скажем, богатый, парыжный, да, чего он себе не представляет? Ну, во-первых, наверное, конечно, это постоянные бомбежки, даже если они там, то, что там люди привыкают. Ну, вот у меня один из первых шоков был, когда мы там ездили по какой-то такой зоне, которая не очень часто, может быть, даже обстреливалась, но всегда на фоне где-то обстреливается, к ним иногда долетает. Когда дети себе спокойно на площадке катаются, то есть как будто бы ничего и не происходит, а оно там где-то разлетает. И когда дети тебе рассказывают о том, чем отличается танковый обстрел от минометного обстрела, и когда дети говорят, да, ну, когда оно слышно, когда оно на тебя летит, оно слышно, оно же свистит, а это от нас, ну, там, а детям 10 лет. И они говорят, да, это нормально, все окей. И, ну, жители здесь не могут представить, да, как там сидеть постоянно в этих подвалах. Как, я не знаю, нет хлеба, который там им не довозит, воды, я уже не говорю о том, что они живут тут тотально без вообще всех коммуникаций, без света, без всего остального. Ну, и у них там какой-то страх, и здесь нам легко, мне кажется, в том смысле, что мы здесь как-то все-таки друг друга поддерживаем, а там каждый наедине со своей проблемой, и, ну, и они все боятся, боятся. Я думаю, что у нас с тобой иллюзия некая, да, о том, что мы все вместе, и мы все поддерживаем, да, потому что мы общаемся с на себе подумали, и ты со стороны вот ощущаешь такой, да, много, сколько, сколько, сколько людей, которые меняются, или... Ну, это на самом деле очень правильно, и даже, наверное, правильнее сказать не то, что нас здесь много, и нам здесь легче, мы друг друга поддерживаем. Скорее всего, у нас есть иллюзия того, что нас здесь много, и мы друг друга поддерживаем. Я не знаю, ну, по поводу поддержки какой-то, ну, да, понятное дело, да, я общаюсь как бы с людьми, которые там пытаются что-то делать, я уже даже не задумывалась как-то, мне кажется, поначалу я задумывалась об этом, и поначалу злилась на людей, которые ничего не делают, была злость на людей, вплоть до того, что я старалась даже не приходить к каким-то своим друзьям, для того, чтобы не портить им какой-нибудь день рождения, потому что я приходила, день рождения заканчивался, вот, а потом эта злость прошла, да, да, ну, то есть как бы было непонимание, и была, ну, действительно была агрессия по отношению к людям, причем к тем людям, с которыми там еще вчера ты близко, хорошо общался, а потом эта злость прошла, ее прям как рукой сняло, потому что в какой-то момент, наверное, вот как раз тот момент, когда я ближе увидела жителей Донецкой области, области, в Луганской области я не была, Донецкой области, и когда я увидела, чем они отличаются, я подумала, ну, нафиг, пусть люди здесь продолжают ходить в кафе, отмечать дни рождения, и пусть они вообще даже и не знают, что это, ну, как бы, потому что так или иначе, что бы мы там ни придумывали, все равно в большинстве случаев, как мне кажется, люди вовлекаются только через какую-то свою травму, большую, маленькую, не дай бог, кто-то там ушел, погиб, не дай бог, там, ну, кто-то воюет или еще что-то, только когда задевает лично, ну, то, что мы говорим, когда приходит в дом, и очень маленький процент людей это делает, как бы, из каких-то, ну, из какого-то там уровня сострадания, не имея никого близких вовлеченных в это, и вот, ну, это мне так кажется, и исходя из этой статистики, которая у меня сложилась в голове, я думаю, что пусть она так и остается, пусть эти люди продолжают ничего не знать и отдыхать, и чем дольше так будет, тем оно будет и лучше. Ну, все равно те люди, все равно их минимум, конечно, их минимум, которые там что-то делают, они будут продолжать делать и продолжают делать, и будут подтягивать, и как оно не ужасно звучит, вот сейчас там, да, прошла волна демобилизации, но я же там вижу тоже, например, каких-то реальных волонтеров, которые просто сдыхают уже год, и я вижу по этим людям, ну, за этот год многие эти люди стали моими очень близкими друзьями, я на них смотрю, и я понимаю, ну, все, людям надо отдыхать, надо отдыхать, а это же постоянное состояние, когда тебе кажется, что ты делаешь мало, и надо делать еще больше, и еще больше, и загоняются люди, и ты смотришь на людей, ты говоришь, ну, все, они забывают имена вообще каких-то там людей, ну, все, что угодно, ну, классическая травма, и когда ты понимаешь, что этим людям нужно отдыхать, нужно как-то немножко спускать, потому что прошла волна демобилизации, там, 70-80, да, процентов, все равно у них есть родственники и друзья, и они все равно так или иначе подтянутся, даже если они этим раньше не занимались, и они будут продолжать поддерживать, и мне так кажется. Есть такая точка зрения, парадоксальная, наверное, для кого-то, что, во-первых, это зло. Ну, я, наверное, слышала часто, что если бы этого не делали, война, вы уже не закончили. Если вы постоянно подбрасываете, да, помощь, уедлите, ну, это не касается тех, кто помогает, там, в Сиротеве, например, да, в Утарбии. Что? Ну, вот это, мне кажется, здесь надо, да, находить какой-то баланс должен быть, потому что, ну, то, что в начале, если бы не волонтеры, понятное дело, что было бы все плохо и намного хуже, ну, потому что мы же знаем, как люди уходили с одними автоматами, а все остальное привозили, да, все остальное привозили волонтеры. Сейчас уже просто реальная ситуация лучше, потому что, когда мне там пишет какая-то моя одноклассница, она говорит, вот у меня ушел брат, а ты знаешь, а куда обратиться, кому как помочь, я говорю, что у него есть, чего у него нет. И она перечитает абсолютно фактически все. И у него нет только каски. Я говорю, блин, ты сейчас пойми меня правильно, я говорю, но ему очень повезло по сравнению с теми людьми, которые уходили год назад. Говорю, тем более каска, скорее всего, есть в штабе, а он просто еще не знает. Вот. И когда она начиналась, да, по-любому, это был единственный выход из этой ситуации. Сейчас мне действительно кажется, что на этом нужно немножко пересматривать, потому что... Потому что сейчас есть, мне кажется, такой момент вот этой опасности, когда люди на себя перетянут функции государства. И потом, ну, а государству будет удобно, что люди на себе это тянут, они будут продолжать заниматься там чиновники какие-то там, единичные своими какими-то там проблемами, делами. И да, в какой-то момент, мне кажется, вот сейчас этот момент, я не знаю, как из него выходить, но мне кажется, что вот сейчас этот момент, он должен как-то решиться. Я не думаю, что, конечно же, люди и не должны, и они и не смогут перестать помогать ездить. Но как-то должно быть, не знаю, может быть, людям здесь на местах, которые уже прошли через это все, которые знают, как это работает, может, им стоит как-то организовываться, создавать какие-то организации и уже думать дальше, как это развивать. Не вот так вот на плечах ночью, тот заправил, этот поменял колесо, погнали, а этот что-то подбросил. А уже как-то более развиваться, да. Ну, какие-то системные вещи. Да, более переходить в какой-то более системный порядок. И вот в плане того, что вот с точки зрения волонтера это зло, мне кажется, есть такой небольшой какой-то момент того, что все-таки для некоторых людей это в какой-то степени, для кого-то это просто самореализация. И ими движет нас, ну, я вижу таких людей, для которых там, ими движет не какое-то там, не знаю, чувство помочь или еще что-то. А когда люди находят себя в этом, они самореализуются, они самоутверждаются за счет этого. И им, конечно, сложно это отпустить. Сложно понять, что есть такой переломный момент, когда как бы нужно немножко расставить акценты, поменять все. Люди будут продолжать, просто потому что у них уже зависимость от этого. А еще есть мир, на самом деле, проблем, где нужно голову. Да. Опять же, как бы, ну, и опять же, пришла эта волна демобилизации. У нас здесь целая куча сейчас проблем. И реабилитация этих же людей, и можно здесь, да, решать. И вообще волонтеры всегда и были, да, о чем мы говорим. Можно всегда, блин, поехать и мусор собрать, и все что угодно сделать. Когда хотят в школу, войск, и, ну, по что с ними не играют, ну, как и так, да? Это у нас, да, какое-то сейчас такое очень узконаправленное понимание волонтерства. Потому что оно же совсем другое. Ну, понятное дело, почему оно у нас такое, у нас же война, собственно. Все-таки, вот, сама неоплаченная, ну, нища, такой, все разумные – ну, мне сейчас кажется, что… ну, а кто у нас здесь? Ну, военные, понятно, раненые, переселенцы. Ну, переселенцы, да, сейчас меньше, но у них как-то уже сейчас немножко и получше, да, совсем. Ну, мне кажется, что, да, серая зона и те люди, о проблемах которых мы вообще не знаем, даже до которых там редко кто доезжает, которые, да, живут вообще между одной и второй зоной, и вообще никому не принадлежат, и до них там ни черта не доезжает, я думаю, что это самая большая проблема, и как раз потому, что они отрезаны, и информационные отрезаны, к ним даже, собственно, и журналистам туда доехать сложно, потому что это реально сложно. Ну, и нет этого, да, уровня, нет этой линии соприкосновения между нами мирными и между ими мирными. И причем, когда здесь каждый раз люди начинают, опять-таки, хаять и ругать этих мирных жителей, которые сами виноваты, допустим, там, нафиг всех разбомбит, я им просто уже как пример спокойно привожу о том, что, говорю, хорошо, говорю, а кому вы помогаете, ну, считаете, ну, конечно же, надо помогать военным, говорю, хорошо, а вы понимаете, что там сейчас военные, они только делают то, что они собирают еду и сами же возят этим мирным жителям, вот как к этому вы относитесь? Люди, ну, они же там то, они же это, я говорю, ну, а почему нет? Потому что они их видят, и они понимают, что у людей проблемы, ребята там, ребята там реально, им там привозят каши, они говорят, да, у нас каши целая куча, мы собрали, отвезли, раздали там бабушкам, дедушкам и еще кому.